Посвящается Жанна-Мария Воланте. Чтобы душе познать самой себя, нужно заглянуть пристально в душу. Платон Аль-Кибад. Скачей в греческой деревне 1805 год. Фильм снят братьями Манакис. Первый когда-либо сделанный фильм в Бреции и вообще на Балканах. Однако это общепризнанный факт. Действительно ли это вообще первый фильм? Первый взгляд? В той зиме 1954 года Янакис увидел на приколе в порту Салоники голубой корабль. Я тогда был его помощником. Он обязательно должен был заснять корабль, когда тот отплывал. Одним утром корабль отправился в плавание. Добавил субтитры подées. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Он что-то бормотал насчет негативов. Три ролика. Никто не знает, почему этот фильм так и не проявили. Столько времени прошло. С самого начала 20 века прошло время. Я в то время этот фильм ничем особенным не считал. Три ролика. Три ролика. Путешествия. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Режиссер Тео Ангелополос Добро пожаловать! 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 Из Афин вас хочет видеть господин мэр. Флорина, как это изменилось. Все. Там были армейские казармы. Это когда? Грязь и дождь зимой. Летом нечащим было дышать из-за пыли. Это когда? Каждую субботу вечером нас отпускали в город, в валительную. 20 месяцев. Каждую субботу, каждый вечер. 500 солдат. 500 стрижанных голов. 500 квадратных глаз выискивающих местных девчонок. Но они просто смеялись и проходили мимо. Вон там. Да-да, смеялись и бежали себе, освоясь. Но не всегда. Это было много лет назад. Здесь стоял дом. КОНЕЦ Он до сих пор стоит там. Это просто невероятно. Мэр отказывается выйти. Он боится. Город разделился пополам. Пресса и телекоманда ищут вас повсюду. Удивительно, что вы такой спокойны. Ведь вы вызвали такие беспорядки в нашем городе. КОНЕЦ Я прошу прощения, мы с вами увидимся попозже. Это просто неслыханно. Пойдем отсюда. Я чувствую, в воздухе пахнут неприятности. Эти люди пришли сюда не просто так. Да, я это вижу. Но кроме кинопросмотра, я хотел бы остаться здесь по личным причинам. Если бы вы только знали, как я хотел здесь остаться. Но не могу. Мне нужно идти по жизни дальше. Я когда-то мечтал, что здесь придет конец всем моим мечтам. И правда ли странно? Разве не так всегда бывает? Мой конец – это мое начало. Ну, что тут сказать. Вас не было здесь долгие годы. 35 лет – это длительный срок. Расстояние. Ностальгия. Тоска по дому. В общем, все это забывается. Разрушенная реальность гораздо мрачнее, чем реальность вашей Америки. Здесь нет границ. Здесь все начинается неоткуда и кончается нигде. Если я сделаю всего один шаг, еще один шаг откуда-нибудь, вас ждет ваше такси. Мне больше не удается вас удерживать. Мне это очень нелогко получается. Но вообще, причина вашего путешествия настолько абсурдна, что, похоже… Вы имеете в виду предысторию? Да. Я, конечно, понимаю, что вы очарованы историей братьев Ямакис, но только я не знаю, достаточно ли этого. Архивы кино не смогут вас оплачивать. У нас просто не хватает средств. Я думаю, вы поняли. Это мое личное путешествие. Будьте осторожнее. Я не ожидал увидеть вас так неожиданно. В мгновение мне показалось, что мне приснился сон. Как он снился все эти прошлые годы. Помните ли вы вокзал? Мы тогда дрожали под дождем. Примерно как сейчас. Ветер дул порывами. Я уезжал, но должен был скоро вернуться. Но потом я потерялся, заблудился. Бродил один по чужим дорогам. Если бы я вытянул руку, я бы дотронулся до вас. И время снова бы стало единым целым. Однако что-то держит меня. Что-то не дает. Жаль, что я не могу сказать вам, что я вернулся. Что-то не дает мне это сделать. Путешествие еще не окончено. Пока еще нет. Подписывай. Перед Вот, прошу вас. Мы на границе. Ну что, решили? Пересекаем границу или не пересекаем? Пересекаем. Ваш паспорт. Извините, пожалуйста. Ваши номера греческие. Водитель, который привез меня сюда, отказывается ехать в Албанию. Он боится, что его не пропустят на таможне. Если вы проедете через корицу. Я еду к своей сестре в гости. Может быть, вы захватите меня? Поехали с нами. Мы не видели друг друга 47 лет. С тех пор, как окончилась гражданская война. КОНЕЦ КОНЕЦ С этими албанскими незаконными иммигрантами всегда одно и то же. Их называют рефуджати. А у них что, в мешках? Да что угодно. Либо они украли какие-то вещи, либо купили их, складывают в мешки и тащат с собой. Бунденовские горелки, консервы, джинсы, телевизоры, блоки сигарет, мука. Можно она поедет с нами? Кто? Я? Да я не против, что вы. Мы въехали в Албанию. Молчаливую и заснеженную. Ваш образ все еще влажный. Не изменился с того дня, как я забыл его и умчался в ночь. Уезжали я сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скопье, Албания. До нее два часа на местном автобусе до монастыря. Я хочу, чтобы мы с вами подружились. В моей деревне, чтобы дружбу скрепить печатью, следует выпить из одного и того же стакана. Послушайте одну и ту же песню. Греция умирает. Мы умирающая нация. Мы завершили наш цикл. Три тысячи лет. Среди разбитых камней и поверженных статуй. И вот теперь мы умираем. Но если Греции суждено умереть, лучше бы она умерла быстро. Чем дольше агония, тем сильнее удар, когда все кончено. Природа, будь ты проклятый. Ты ведь одна, не так ли? И я тоже один. Вот тебе печенье подавись. Скажите, что вы хотите от этого путешествия? Ведь оно не случайно, это ваше путешествие. Так ли? Вы зачем-то едете. Поехали. Поехали. Может, возьмете меня с собой? Нет. Высадите меня на границе, пожалуйста. Возможно, мне впереди будет предстоять еще очень долгая дорога. Продолжение следует... Продолжение следует... В 1904 году Янакис побудил меня уехать из Яни. Наша фотостудия практически бездействовала. Мы были в Янине шесть лет. Мы переехали в монастырь. Там тоже было трудно. Немного позже началась война. Сначала Балканские войны, потом Первая мировая война, Великая война. Это были трудные времена. Мы собрали вещички и уехали в Авделлу. Но дороги... Дорог не было. Они исчезли. Монастырь будет налобит битком. Беженцами и солдатами. Выдите эту улицу. Все армии Европы промаршировали по ней. С каждой войной эту улицу переименовали. Извините, пожалуйста. Прошу прощения. Здесь, после Первой мировой войны, когда Янаки свернулся из ссылки к Филипополисе, мы открыли наш первый кинотеатр. Мы выписали себе техника из Салоники. Первую ночь мы показали фильм с французскими субтитрами. Что вы здесь ищете? Кто вы такой? Афинский архив кинофильмов попросил меня снять документальный фильм по братьям Янакис. Скажите, вы никак не связаны с киноархивом в Скопье? Я никак не мог связаться с ними из Афин. Я разыскиваю непроявленную пленку братьев Янаки. Три ролика. Я ничего не пытаюсь доказать. Вы не волнуйтесь. Первую ночь, как мы показали фильм с французскими субтитрами, Рин Тин Тин. Копия постоянно рвалась. Пленка была ужасной. Мы склеивали пленку на ходу. Но очень медленно дела начинали идти на лад. Долгов у нас, правда, было полным-полно. С тех пор, пока в 1939 году, прямо перед Второй мировой войной, наш кинотеатр не сгорел до отла. То и ночью мы показывали кинофильм Чарли Чаплина. Таков был конец нашего кино. Спасибо. Спасибо. Послушайте. Кинотеатр Монакиса взгорел в 1939 году. Два брата расстались. Монакис уехал в Салонике, а брат его остался с киноматериалом. В 1954 году Монакис умер, а Молто продал материал ее вяталского правительства. Чуть позже этот материал был передан в фильмовому архиву в городе Скопье. Так вот, входили же непроявленные ленты в этот самый материал. Братья Монакис сфотографировали и запечатлели на кинофильме много народу. Они пытались записать новую эру, новые веки. Более 60 лет они фотографировали лица, события и переворот на Балканах. Извините, пожалуйста. Их не волновала политика, расовые вопросы и так далее. У них были и друзья, и враги. Их интересовали люди в целом. Они всегда переезжали. Они путешествовали по всей угасающей империи, записывая все. Ландшафты, свадьбы, местные обычаи, политические перемены, революции, отчаяния, бой, официальные торжества султанов, королей, премьер-министров, епископов, повстанцев. Все двусмысленности, контрасты, конфликты в этом уголке земного шара, все это отражено в их работе. Вы не ответили на мой вопрос. Да, весь материал находится у нас в скопье. За исключением того, что вы ищете. В скопье. Если вы вдруг накмельтесь на эти коробки, вы скажете мне? Да. Да? Да. Обязательно. Ну все. Вы не забыли? Вы что, выходить не собираетесь? Это скопье. Если хотите, можете пойти со мной и проверить. Говорю я правду или нет? Ну что вы, я вам верю. Я вам верю. Экспрессный двус, скопье, София, покорежь, летная шпага. Куда вы едете? Куда вы едете? Поезд этот идет в Бухарест. Я расскажу вам историю. Два года назад, в середине лета, я выехал на место поиска, планшафта для фильма. Солнце палило, нещадно белые развалины. Я бродил среди разломанного мрамора, упавших колонн и так далее. Испуганные ящерицы сновали под могильные камни. Казалось, что даже они не обращают внимания на брошенный масштаб и добавляли ему совершенно отрешенный вид. И вдруг я услышал крикочущий звук, как будто исходящий из глубин земли. Я посмотрел наверх, на горе, и я увидел древнюю оливу, которая медленно падала. На холме оливковое дерево, медленно падающее в глубину земли. Единственное одно отдельно стоящее дерево. Показались корни, и вдруг из-под дерева показался густ Аполлона. Он медленно выкатился и покатился вниз. Я копал и копал до тех пор, пока я нашел колонну, не нашел тайный уголок Аполлона, который, согласно поверьям и легендам, местным традициям, КОНЕЦ Я поднял панель и нажал на кнопку. Среди фотографий, которые я там нашел, Я не узнал ничего знакомого. Я изменил положение и попробовал еще раз. Опять ничего. Пустые негативные фотоснимки мира. Как будто у меня не работала оптика. Другие фото тоже ничего не показывали. Те же самые пустые площади, пустые места. Солнце садилось постепенно в море, как будто покидая пейзаж, лишая его своего присутствия. Я почувствовал, как сам погружаясь в темноту. И когда архивы кино предложили мне этот проект, я тут же бросился и согласился. Я, конечно, рано или поздно сдался бы, но все-таки мне удалось кое-что найти. Три ролика пленки. Их не упоминает ни один историк кино. Не знаю, что тогда на меня нашло. Я выглядел довольно странно, взволнованным, помешанным. Я пытался избавиться от этого ощущения, пытался освободиться от него, но ничего не выходило. Я не мог. Три ролика пленки. А может быть, может быть, это был целый фильм. Все это было не проявлено. Возможно, это вообще самый первый фильм. Первый взгляд. Потерянный взгляд. потерянная невинность. Для меня это превратилось в наваждение. Такое ощущение, что эти пленки были моей работой. Моим собственным первым взглядом. Давным-давно забытым. Три ролика процент. Продолжение следует... товарищ아�рам , осьeadная и Guru. Моим Jobs поймать, 它 под arg never aming размер0 объемing, помещаю вы планируете тебя. Про anybody ap that onas столет Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Так что пока я добирался до дома, он сел на корабль и уплыл в Лондон, чтобы найти биоскоп и камеру к нему. Делали их в мастерской Чарльза. Делали их в мастерской Чарльза. Никого нет. КОНЕЦ 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 Первым творением Господа было путешествие, потом последовали сомнения и ностальгия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, попьем кофе? Или сразу уедем? Ну ты же меня знаешь. Конечно, конечно, я тебя знаю. Ну что, ты не найдешь 10 признаков войны. Война слишком близко. Она далеко. Ты сколько времени уже в Белграде? Что тебя привлекает? Война? Опасность? Необходимость пережить нечто сильнодействующее, что меня привлекает? Я понятия не имею. Не могу тебе ответить ничего. Ну а твой другой вопрос. Сколько лет уже? По-моему, три. Я думаю, не остаться ли здесь. Но сначала я хочу дождаться конца этой войны, которая и близко, и далеко одновременно. Куда мы едем? Куда мы едем? Сейчас увидишь. Ты хотел бы увидеть начальника Белградского киноархива. Сейчас я тебе его покажу. Он вообще-то на пенсии. Но все еще крепкий старик. Меня к нему так и влекло. Это просто живой архив. Ты куда? Доброе утро. Я хотел бы повидаться с господином Невицей. Доброе утро. Я ждал вас. Вот здесь я провожу свое время. Составляю список фильмов с 1950 по 1955 год, когда Ягославия была все еще Ягославией. Вы ищите непроявленные ролики? Да, они у меня были. После того, как Янакис умер, Милтос продал нам лицовый материал. Я был молодым, полным юношеского энтузиазма. Как-то вечером он принес мне три коробки. Он был тронут, а вот расставался с чем-то драгоценным. 20 лет мы пытались проявить эту пленку безнадежно. Мы не могли найти нормальный проявитель. Коллега из Сараева несколько лет назад попросил у меня эти пленки. Он был экспортом в проявке пленок того периода. Потом началась война. Вам есть где остановиться? Я должен что-то сделать. Вы ведь такой путь проделали. Ну, вы же знаете балканское гостеприимство и все такое прочее. Об этом я позаботился. Вам придется дождаться конца войны. И ты, Брут. Пойдем выпьем. Ты больше ничего не можешь сделать. Прежде всего, ты должен учиться, как менять деньги. Альбанцы появились на территории Альбании. Сербисы уже были там. И Сербисы правы правосредственности. Правосредственности Альбании. Нет больше этих альбанцев. С которыми Марко, Миленов, Кубова. Все это Хегель из Среди. Да, да, Хегель. Хегель против Маркса и Егель. В чем проблема? Кто появился здесь первым, сербы или албанцы? А еще он винит Гегеля в том, что он повлиял на Маркса. Наверное, что-нибудь случилось на Боснийском фронте. Я тоже должен уехать. Знаете, я просто не могу так взять и бросить. Вот не могу и все. Давай выпьем. За годы в Париже. За Франсуазу, Хегель, за Мишель, за Моник, за Антигону. За все наши неизбыточные надежды. За мир, который не изменился. За все наши мечтания. Стон, Миккей. За Миккес. За Казуко. За Казуко. За Косту. За Казахстан. За Казахстан. За всех тех, кто решили уйти из жизни пораньше. Как вам, журналистам, удается пробиться в военную зону? Разве это не ужасно рискованно? Я бы мог ответить на это помпезно. Я мог бы сказать, опасность – это мое дело, моя жизнь. Однако, по правде говоря, большинство корреспондентов, кто хотят написать о чем-нибудь свежем, просто ходят в гости с солдатами, которые стоят около Белграда, придумывают какое-нибудь событие войны. Сегодня на все за несколько долларов. Очень немногие, на самом деле, отправляются на фронт. Давай выпьем за море, за неистащимое море, за начало и конец всего, за Цитаниса, за Кавафиса. За Че Гевара, за май 68-го, за Санторини, за Муано, за Драйера, за Орсона Уэллса, за три твоих ролика, за Эйзенштейна. Но мы любим его, мы его любили, но он нас не любил. Тогда за тебя и за меня. Мы тихо засыпаем в одном мире, а потом резко просыпаемся в другом. Жаль, что ты такой путь проделал, и все пустое. По крайней мере, у меня выдавилась возможность повидаться с тобой. Хотя, в общем-то, вот и все, что из этой возможности вышло. Ну вот, мы и пришли. Я должен попасть в Сараево. Ты что, с ума сошел? Не говори ерунды. Мы найдем журналиста, который едет туда, а он тебе информацию соберет. Ну чего? Когда? Сейчас. Если нету визы, туда можно попасть только по реке. Есть ночная лодка, которая ходит по Дунаю. И подплывает примерно к окраинам Сараево. В Югославии полным-полна рек. Но будь осторожен. Путешествие это очень опасно. Не, надо попасть в Сараево. Эй, Грек, Грек, просыпайся. Тебя разыскивает полиция Филипополиса. Филипополис. 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 Эврос. Мой дом. Эврос. Болгария. Граница. Греция. Эгей. Агейское море. 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 Ваня. Агейское море. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музык Звучит музыка 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 Звучит музыка